здесь мы спали алексей ты как утром вообще как не замерз ядко пригодилась привет не замерзли я нормально так как утром курточку одел и нормально стал в том же снег ну что друзья доброе утро доехали мы все-таки вчера ночью на стойбище к миша ровно в 12 мы пересекли границу его участка вот всех дотащили все доехали халюкс тоже с нами не бросили хотя была у меня мысль последний тут 50 метров реально оставить ее и просто дойти пешком потому что задолбался ну ладно все нормально все получилось закорячили сейчас отдыхаю завтракаем отдыхаем едем сегодня в стадо к оленям ну и будем просто надо наслаждаться культурой местного колорита местных жителей гостеприимством миша погода такая очень странная поддувает такой ветерочек где-то ну метров на россии 8 не сказать что холодно но прохладно наверно градусов 15 минус 15 так по ощущениям и молоко ничего не видно ну и такой вот мелкий снег идет видите да то есть машину всю запорошила самое главное чтобы не началась метель потому что если начнется метель вот здесь мы опять конечно прикурим но уж опять по новой придется свой след пробивать сейчас одеваемся едем на стадо к оленям сейчас я вам покажу как мы все экипировались наша команда для поездки на стойбище у меня видите да на лице тоже маска такая вот балаклава нижняя все по куркам утеплено вторые дополнительные бахилы на ногах вот так вот ребята наши вот тут все тоже по фан-шую сейчас батарейка тут просто система антифоб зарядки антипод одеваемся хорошо тепло на улице сегодня не сильно полно где-то градусов на минус 15 дует ветер а сейчас поем на снегоходе и там в тундре в открытом месте вообще будет дубак поэтому напоминаю про принцип многослойности не забываем да несколько слоев одежды у меня сейчас у меня сейчас раз два три четыре слоя одежды то есть термуха теплая флисовая толстовка жилетка и теплая куртка и здесь по на ногах тоже у меня термо штаны вторые легкие штаны самосбросы и третий слой тоже теплые самосбросы и ноги такие вот мои любимые пахилы под ними чуни и я туда еще оптились маленько доработал конструкцию добавил еще между ними пенофоловую стелечку вот сейчас должно быть вообще кайфово отцепился прицеп но в этот раз хорошо хоть нас не накроем снегоход застревает смотрите снега просто вообще не едет чтоб немножко снегоход разгрузить решили пойти пешком а миша сейчас зацепит коробушку свою эту ну и просто дотащит там до опушки мы там уже сядем надеюсь вот смотрите ребят что происходит мы приехали к некой точке отсюда сверху видно и вот там вдалеке на горизонте я сейчас увеличу стадо олень как говорит пихаил как только нас увидел на подъезде они все испугались нас очень много и побежали побежали вон они сбиваются в такие цепочки и прям это видно как они вы посмотрите друг за другом прям и давай дёру в лес вон они все побежали на дальние кордоны вот михаил с напарником поехали в одиночку поближе к стаду немножко успокоить его может быть даже сюда пригнать привезти потому что стадо нас очень испугалось но оно перебежало и дальше уже не убегает вот оно там на опушке леса собралось вот видно как они там стоят ну смотрите совсем уже другое дело олени немножко но все таки пообыкли к нам побаиваются конечно все равно стараются отбежать но уже не ломятся прям напропалую через все сугробы уже что-то им тут интересно они видят что мы никакой агрессии к ним не проявляем поэтому они успокоились ого-го-го-го а этому даже что-то интересное вишка сейчас его хлебушком тут подкормить наконец-то их догнали кстати кто не знал не все олени едят хлеб то есть только приученный хлеб едят поэтому если выйти в кино или вот видео да подошли там дали олени хлебушек ну их не каждому не каждый возьмет ребята из соседнего стада готовят молодых оленей да быков для лета приучают их в нарты вот этот второй молодой получается он тоже второй тоже упирается еще а то есть берут несколько уже взрослых и к ним просто присоединяют молодежь да да всегда молодых держат вторыми он лишь утром а это сколько им годовалый это или старше ну вот этот четырехгодовалый молодняк 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 четырех годовалый с четырех лет начинают приучать с четырех с семи лет уже с шести уже поздно а почему не раньше или я не слабый еще раньше нет раньше конечно с трех с трех надо из четырех ну желательно с трех он чем взрослее олень он тем упертие и сильнее с ним трудно будет ну короче приехали на стоявище все нормально прокатились оленей посмотрели все в порядке ой сейчас раздеваться оттаивать мне теперь вот это вот все на лице нужно каким то образом удалить короче это Рустам владелец как раз вот этой вот интересной семидесятки это 78 нет это праворукие машины это 76 а 76 так поправочка 76 расскажи что сделано с машиной с машиной сделано это все заменен мотор двигатель король говори какой мотор мотор м57 бмв коробка тоже бмв шестиступка раздатка defender lc230 вот мосты volvo laplander что еще портальные мосты портальные мосты да volvo laplander соответственно реализована система подкачки центральной через порталы ну да система подкачки стоят подлоки колеса а вене как по-другому назвал их белки ну это алюминиевые кольца сварены между собой то есть напоминают кольцо по которому бегают белочки ага то есть их называют белки ага так а колеса какого размера а тринадцать половины на двадцатый диск а почему двадцатый диск двадцатый диск потому что максисы не сделали аэшный рейзер в семнадцатом диаметре поэтому двадцатый так хорошо какого года машинка машина двенадцатого года а чтобы мосты сюда вкатить что делали получается передняя подвеска осталась заводского исполнения то есть клюшки все это заводской пружины все заводские крепление амортизаторов тоже все заводское а задняя получается полностью все от восьмидесяточной подвески есть такой азиат оффроуд Андрей в Краснодаре да в Сочи да в Сочи вот и вот у него получается заказали все кронштейны а я видел он выкладывал пост это значит он для вас сделал комплект вот крайне кстати читал может быть вот и получается все заказали у него грубо говоря приварили все и получилась восьмидесяточная подвеска а здесь изначально сзади пружина стояли пружины рессоры рессоры стояли да и тоннаж был по тонну получается грузоподъемности были эти рессоры но очень твердо было а сейчас пружины трехсотки да трехсотки да и мало а еще задний бампер что за бампер задний бампер я если честно не помню даже при производстве мы просто опять же в своем городе купили по наличию у ребят был они себе покупали и решили не ставить мы купили опять же пришлось потому что не подходит ну что расширители арки здесь вырезаны по максимуму машина вообще не листована вся хападовка она стандартная то есть машина поднята только за счет того что ставят портальные мосты портала да и получается за счет того что мы максимально вырезали арки полностью все что возможно и за счет этого расширителя откуда они поместились расширители получается куполы в Украине вот Никитоз мне показал что то есть видимо тоже какой то есть чувачок которого 76 крузак был и он тоже не хотел лифтоваться и поставил 38 колеса и вырезал по максимуму и пришел то есть ну так скажем изготовителю который ему делал эти арки у него остались эти маски он ну я разговариваю с изготовителем он говорит что я не думаю что вообще возможно было кому то еще продать что есть такие отбитые которые режут машину ага принято же ты что машину резать нельзя кольки в ней сверлить нельзя тебе смотри повезло что были расширители то что надо подошли прикольно смотрится круто прям вот нормально сделано да я думал сами изготавливали прям вообще свои так делали нет нет вот я же говорю повезло что вот кто-то кто-то тоже решил максимально вырезать передний бампер да тоже стоит у вас передний бампер СТ-шный Казахстан да это только с помощью у меня опять же знакомый в Казахстане Сергей вот он занимается вот он поехал к этим изготовителям то есть они напрямую не хотели нам продавать этот бампер то есть они изготавливают бампер только по машине а мы их уговаривали то есть через интернет разговаривали они не соглашались на то чтобы изготовить бампер то есть он поехал уже так вживую договорился и мы отправили деньги и там выставили бампер как бы бампер очень легкий 26 килограмм я взвешивал родной бампер он тоже в районе 24 килограмм здесь круто на то и получается да только это же силовой и на порядок не свере так и передняя лебедка какая передняя лебедка golden power да 148 к одному ты так что число выдели все они точно так что еще интересного у вас тут а задние стекла вырезали да вот крышки вот это да одно только астерно-обычное стекло астерно-обычное стекло да что это идея была для пробы взял я ну вообще то есть это доступ к багажному отсеку без открытия багажных дверей ну вы реально пользуетесь этой штукой еще пока ничего не пользуемся да по идее можно изготовить внутри короб и там хранить троса допустим грязный трос достал бросил не в багажнике и дальше ну и опять же доступ быстрый доступ к чему-либо можно не тушите или поставить на что фантазии фаль какой вес машины на сегодняшний день я вот не знаю после того как мы в экспедицию собрались а так изначально было два сто то есть два сто она весила два сто после всех изменений она опять же осталась да килограмм пятьсот шестьсот мы наверное добавили где-то сняли где-то сняли где-то добавили да машина реально сделана очень грамотно прям я вот с нее кайфую да вы знаете насколько я придирчив что я могу там потроллить докопаться вот к этой машине как говорится не до этого не к чему сделано очень хорошо все опала у вас еще и нулевичок стоит да еще и в коробе вообще ну блин чувствуется сразу дух бмв надо было еще знать чтобы красной каемочкой так вот ввести вот так вот и все да блин он реально маленький мотор реально нифига смотри здесь сколько места здесь просто вообще здесь можно еще тут кучу доп оборудования поставить а дополнительный фильтр не ставили никакой топливный даже штатные не штатные это вообще от уазика через решение почему почему штатный был с помпочкой да с помпочкой то не нужно у нас насос стоит лишь вот он стоит насос топливный а а а все ну мы видишь у нас солярки как бы не было никаких проблем мы ездили ездить у нас все интересно короче на халюксе вчера дергали и порвали передний левой тормозной шланг поэтому тормозов у халюкса нет вообще ну ладно туда вот доехали в тундре они не нужны но сейчас надо хотим поднять посмотреть что с ним и попробовать заглушить шланг трубку потому что ехать в обратную сторону по зимнику да отсюда мы выйдем там зимник начнется без тормозов очень опасно вожу сюда с собой кучу клипсы вот мы из клипсы сделали такую заглушечку сейчас ее поставим туда в разрыв между медной металлической трубкой шлангом заглушим да систему и по крайней мере надеюсь будет работать хотя бы а я сейчас уберу подожди пока олег пока и должно все работать такой хендмейн на колесах как на коленке такого это стойбище еще не видела приехали приехали люди с цивилизации со своими этими шашлыками и все что добавляет колорита этому месту то что шашлыки необычные они из оленины вот а все остальное это обычное мясо уголь мангал бель бель я думаю тебе тоже перепадет сегодня я получился позавчера вот у вас в этом в гостинице на втором этаже 202 номер я там у вас этот оставил документы удостоверение и папку с документами можете посмотреть ничего нету да планы хорошо изгнать до свидания все осталось без документов что нет документов серьезно показал сегодня связь паурая Russian где могут быть ты знаешь где они могут быть ну примерно примерно где я выходил где я выходил не ну примерно ты всю дорогу выходил примерно хотя бы в каком месте может быть там где мы фоткали сделать кто хотел искупаться шок-контент шашлыки в тундре настойбище ямальские шашлычки ямальские я про рекламы как говорится на правах рекламы это мясо из магазина ямальская как там а забыл ямальские олени ямальские олени очень хороший магазин рекомендую обычно туда-сюда заезжаем мы что-нибудь там берем так что мяско прям ух какое загляденье конечно я предложил оленину такое средние прожарки кто любит слушай вообще классно вообще можно ну что будет вот это вот дожарим ммм 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 Audrey Charles ммм ммм мм 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 мirl надеюсь не на прицепе надеюсь и потом я в конце потихоньку но снега не было у нас небольшой морозец там ну в районе там 20 ночью поэтому в принципе можно ехать да он такой потверже стал Настик по крайней мере наш след подзамерз стало проще вот надеюсь сейчас поедем ох как я заблуждался по поводу того что стала стала дорога у нас получше дорога-то лучше вот халюкс тем же да он по левой колее почему-то полез вот справа колея в прошлом году мы вот как раз в этом месте тоже с Яриком очень тяжело шли долго рубились здесь вот получается под леском такой бугорок да а точнее впадина и очень сильно заметают здесь снег глубокий он не утрамбовывается мы тоже тут наверное часа 4 с Яриком вот эти 100 метров рубились сюда ехали под снегом везде уже была практически была вода но пока едешь в машине не чувствуешь сейчас на обратном пути хорошо видно причем вот за два дня такого небольшого мороза там уже все подмерзло видите да уже в принципе лед держит нас спокойно в этом месте у речного льда есть ну озерного льда есть большой плюс то что он пресный вода пресная и лед замерзает достаточно быстро морской лед он же соленый как вы знаете он замерзает гораздо хуже и он ну во-первых он тяжело замерзает да во-вторых у него структура такая как шуга до последнего держится вот а здесь чуть-чуть морозится все водичка подмерзла уже можно ехать спокойно ну и традиционного завершения нашего маршрута мы едем в сторону на дыма на разъезд щучья остатки 501 стройки так называемой бывшей но по дороге туда мы хотим заехать еще в одно новое интересное место между надымом и салихардом живет дяденька дядя вася отшельник живет он в этом месте уже давно там больше 15 лет живет один интересно для нас для городских жителей и сейчас мы хотим к нему в гости заехать я ни разу там не был него много слышал ребята много рассказывали влад у него был ну и собственно влад с ним договорился чтобы у нас принял к себе в гости вот сейчас заедем посмотрим обязательно поснимаю покажу вам его быт как он живет саму очень интересно прямо знакомиться с этим человеком в этом году много снега как вы уже заметили большая вероятность того что на щучек все завалено да может быть какие-то избушки конечно остались но подъездные пути да так называемый этот спуск с основной дороги там наверно сейчас все просто переметено попробуем подъедем посмотрим но есть вероятность что мы там ничего не увидим в общем вот такое вот место здесь у дяди вася вот его домик здесь он живет это все его избушки строения хозяйства банька кстати у него банька по черному по-настоящему роду как она снега вводит сейчас зайдем внутрь лет 15 лет здесь приехал на зимний тут и остался аху дупли с обской собой на обской работал железку на ямал строил потом перестройка за что началась отслужил в армии да на тихо подводник да пока ну и а назад не тянет на большие земли ну туда в цивилизация уже уже наверно не сможет пристроить строить что там пристраиваться зовут но мне здесь лучше я пока еще здесь нужен раньше зимний когда был у тебя тут на движуха такая была да так она и сейчас 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 движут приехали хочу туристы туристов все заезжают частенько каждый видимо постоянно по темнику еще ездили там я англичане никого только не было они но и как приезжают здесь переодеваются вот сейчас парни приедут привозят и маличи там кисы и все они переоделись и на неделю в чум уезжают да а местных много тут вообще оленеводов а больше чем раньше вот оленеводов здесь не замечал раньше как больше меньше они же на месте не стоят здесь местных вот кутовские они на ямал туда не гоняют оленей они здесь и зимой и лето на эти все кочующие они вот считай отсюда весной погонят опять на ямал это 700 километров вот так постоянно 700 туда 700 обратно пока дошли уже как лица лето кончилось на обратно а тебя здесь кстати не донимают там местные власти потом хозяйственники не знаю как назвать никто никто не трогать они все знают ну мало ли кто не тут скажет там не положено что ты тут как ясно у нас жили у нас же любят там проявить инициативу а мама я не нужна а скучаешь по зимнику вот по тем временам когда зимним у меня есть мне не скучно у меня сейчас вот они через день то каждый день завещают ненцы это вот версалинске и панаевске кутовские сегодня одни приехали завтра следующая партия она вот баньку тебя по-черному по-настоящему ну как по-черному по идее по-белому почему-то почернела за столько лет вот это вот бочка это раньше было ну столовка наверно даже не кафе именно столовка куда заезжали рабочие я можем его перекусить этот круглая бочка вот даже осталось надпись кафе его просто сюда притащили она по моему мне кажется и подали стоял я может быть и здесь стоял я не знаю хоз постройки там у него баня баня вот она баня но заходить не будем туда на просто сейчас с краешком посмотрю поснимаю здесь здесь дровник то есть какие-то хозяйственные постройки вот там тоже какие-то хозяйственные там кайт бендюшка вот снегохода оставили местные немцы приехали остались снегоходы сами уехали в город а снегоходы здесь бросили вот такие вот дела и завершаем наш маршрут на разъезде щучий здесь относительно хорошо сохранились помещение бывший бывший 501 стройки и ребята в частности вадим гриценко да они занимаются пытаются восстанавливать ну по мере сил конечно пытается восстанавливать какие-то из помещений да и сейчас они повесили такие информационные таблички что очень здорово для нас для туристов мы приехали но не можем немножко хотя бы хотя бы хоть что-то прикоснуться точнее хотя бы хоть что-то узнать о том времени на тех местах вот здесь из таблички тоже здесь можно почитать ну собственно говоря сами бараки сами помещения их уже снимал у меня есть выпуски про это место сейчас конечно мы сюда попали уже в темноте поздновато приехали днем здесь поинтереснее немножко посветлее поэтому будете здесь обязательно заезжайте это 47 километр от надыма в сторону салихарда разъезд щучье на карте кстати он есть да да лагерь щучье но они по поиску не бьется надо ну да в общем но в общем найдете можно найти в мэпс не просто бараки бараки добро пожаловать вот здесь вот эти остатки шконок вот одна прямо здесь уж не знаю сохранена или что-то здесь добили но во всяком случае вот размер спального места для одного человека смотрите олени на дороге так вот видишь едешь по трассе а вот опа звенье вот такое вот 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 прикольные это вам не кубами в наших полосе это олени мы и и и и и и и Продолжение следует...